Девчонки, всем большой привет! Не пугайтесь, я сейчас поверну камеру, я в маске. Она мне очень огромная, я пытаюсь её всё-таки растягивать, растягивать, ну ладно, как есть, так есть, не пугайтесь. Я сегодня вот в пледике, сейчас сижу, склеиваю кусочки вчерашнего дня. У меня целых 56 минут в распоряжении, я надеюсь, я хотя бы сожму видео, ну, до 25 или 30 минут, хотя я в этом, в общем, максимально очень сомневаюсь. Просто оставлять целый час, ну, это вообще жесть. Дима уже убежал на работу, вот буквально, может, минут 15 назад. У меня всё прекрасно, я проснулась часиков в 10, в 10.30 пришёл курьер, я Диме заказала подарок на 14 февраля, да, вот, тот подарок, который мы обсуждали. То есть, если он не забыл, то, по логике, Дима мне должен подарить то же самое, но если забыл, то ладно, типа фиг с ним, главное, я помню, вот. Вот, и я надеюсь, ему понравится. Ну, да ладно, увидим уже завтра. Мне сегодня звонила Света с работы, это действительно главный менеджер у нас, вот. И завтра так сложилось обстоятельство, что мне с утра, ну, я и так завтра в городе буду, завтра расскажу, у меня тоже хорошая новость есть. Нужно будет зайти, запишать на работу и открыть смену, вот. Ну, это ладно так, по мелочи, просто интересно так с вами поделиться, потому что с утра всякие такие приколюхи полетели с утра, вот. Сейчас меня ждёт классный час обработки, как я уже сказала, склеивания кусочков. Может быть, что-то сделаю прикольное, но она вряд ли, потому что я в программе ещё полностью не разобралась. Тут она напичкана просто всем, чем можно. Кстати, меня поздравил Сбербанк. Сбербанк, блин, как это звучит, жесть, о боже, и мне подарил подписку на три месяца на ОККО. И я такая думаю, надо посоветоваться с Димой. Ну, приложение закрыла, телефон в плане блокернула, такая Дима сказала, о, да, давай, прикольно. Открываю телефон, захожу в приложение онлайн Сбербанк, там, где вот это вот было поздравление с подарком, оно исчезло. Я такая, ну, спасибо, спасибо. Прошляпила три месяца бесплатного просмотра кино на ОККО. В IDD, кстати. Отстой. Просто отстой. Кстати, у меня очень прекрасная картина. Я сейчас сижу, монтирую, а напротив меня шарики с тачками. Так мило. Кстати, мне написали в Инстаграм, не буду говорить, кто, что, типа, шарики детские. Кстати, девчонки, я обожаю мультик «Стич» и «Тачки». Вот я сейчас, кстати, в пледике с тачками. Я не знаю, почему такой стереотип, что в 24 должно быть как-то вот всё по классике, что ли, эстетично. Вот мне Дима подарил именно то, что мне нравится. То есть он не делал это для того, чтобы там была фотография какая-то красивая, прям эстетика, пастельные тона и тому подобное. Я очень рада вот этому шарику с тачками, честно. Ну, не знаю, у меня нет такого, что мне 24. Всё, игрушки, до свидания. Вот эти всякие приволюхи, до свидания. Всё, записываемся там чуть ли не в плюс 60. Да, у меня есть такое, по типу, что я уже не молода, у меня уже не 18. Но вот по поводу вот таких вот мелочей, я вообще не против. Я наоборот за. Вот. Так что, ладно, я сейчас опять трындючила 4 минуты. Боже, мне никто не может остановить помимо меня. Вот просто нажать на кнопку. Ангелина, нажми на кнопку. Просто нажми на кнопку. Ладно, девчонки, встретимся, когда я уже склею кусочки. Мне самой интересно, сколько минут получится. Сейчас 56 минут. Целиком кусочки, без обработки. Всё, погнали. Ну, что это за милота, вы только послушайте. Такая часть, приятный бонус к твоему подарку. Вечером я тебе встречу. А завтра уже скажу, что есть такой кусочек. Ставишь его видео, надеюсь. Ну, что это такое? Что-то на работе. Ну, блин, нефтенки. Ай, блин. Сейчас слушайте внимательно. Если меня Ангелина не убьёт за такую съёмку. Я не могу. Я тут уже... Я это переключаю уже распятанный. Ой, блин. Молодой человек. Здесь ты такое. Здесь чё такое? Девчонки, Дима пришёл с работы. Зателил драку с котом. Буриту, сражайся. И одолел. Нападай. Нападай. Девчонки, времочка. Сейчас уже... Вообще, в принципе, да, достаточно. 3.12. Я с часа... Вадим. Добрый день. Я с часа уже уменьшила видео на... По-моему, сейчас уже 38 минут. Но там есть что ещё в конце повырезать. Поэтому, я думаю, недолгим получится денёк. Единственное, жалко, что мы... Точнее, в кадр не попал момент, когда я заходила домой и открывала дверь в комнату. И когда видела сюрприз, который мне приготовил Дима, вот это, да, было, конечно, обидно. Я такая смотрю так. Не хватает чего-то. То есть там перескакивает прям такой промежуток большой между часами. Так, что-то не хватает. Потом давай смотреть в камеру, в телефон. Потом у Димы спросила, может, Дима на телефон снимал. Но нет, к сожалению. Так получилось, что Дима, когда нажимал кнопку, он думал, что начинается запись. А он, когда, видимо, подходил к комнате, уже нажал. И, то есть, наоборот, остановил. И всё, что было после, оно вообще не записалось. Короче, ладно, сейчас мы попиваем чаёк. Доедаем торцик. Вот Дима убегает снова на работу. А я уже буду доклеивать кусочки и, в принципе, уже выводить. То есть, сохранять вот это вот всё. Так, что, вот такие вы дела. Если вы кушаете, всем приятненького аппетита. Девчонки, время без 9 минут 4. Ура! Я это сделала. Посмотрите. Я максимально сжала видео. Получилось 20... Ну, почти полчаса. То есть, минут 40. У меня, оказывается, были ещё кусочки. Там было час с чем-то. Минут 40 я сжала. Это очень много времени занимает. И прикиньте, сколько раз я пересмотрела по новой. Жесть. Просто жесть. Капец. Блин, реально капец. Кстати, я немного Дима спросил. Ну, точнее, у нас разговор зашёл, что я на кухне, что мы... Что я напугала Диму курьером. Ну, я вообще не рассчитывала, что курьер так рано придёт. В принципе, я думала, что мне надо будет самой забрать с пункта выдачи. Но, оказывается, я так посмотрела. У меня там стоит курьер. Такая, ну, ладно. Вот, я говорю. Да, типа, ты всё равно знаешь. Как я поняла, Дима не понял, что я буду дарить завтра. Хотя мы договаривались об этом подарке. Но, думаю, ладно, мне всё равно приятно будет подарить бусинки. Такой подарок, потому что я знаю, что он точно это хочет. Он это хотел. И мы это вместе хотели. Мы вместе это смотрели. Не выбирали, но вместе смотрели. И как-то даже хотели это купить. Но я такая думаю, не-не, потом. Давай потом. Потому что, ну, такая штукенция. Нифиговая, так скажем. Вот. Ладненько, я сейчас буду ждать, пока сохранится видео. Это где-то, может, минут 10, наверное, займёт. Потому что сейчас вот только 10%. Вот. И буду выводить. Так что скоро мой день, моё день рождения будет у нас на канале. Как на память такой красивый вложик, так скажем. Вот. Особенно мне безумно понравилось, что Дима снимал кусочки. Это вообще класс. Я так смотрела, думаю, блин, как клёво. А в то время я же была на работе. Я же тоже что-то записывала. Вообще классно смотреть, пересмотреть. Я просто обожаю вот этот архивчик. Мой дневничок просто до безумия. Ладно. Всё. Это можно вечно говорить. Я трындеть полюблю. Полюблю трындеть. Что? Я люблю трындеть. Чемпион. Знаете, какая красота. И реально вот я смотрю, я просто не могу. Он такой огромный. Он просто огромный. Он безумно огромный. Афиги. И шарики мне безумно нравятся. Я их вот так вот поставила. Хочу оставить вот эту коробочку. Пока что. Ой. Вот там грязная что ли. Не знаю, что это. Безумно. Вот хочу вот так пока оставить. А вот эту коробочку хочу собрать. Потому что она просто охренеть какая большая. Реально туда можно поместиться. Я не знаю. Вот моя рука. И вот это всё коробень. Коробень такая. Просто жесть. Но это очень круто. Вот тот, кто это придумал, это реально очень круто. Потому что это мило. Ты открываешь так коробку, и оттуда шарики вылетают. Очень жалко, что не заснялся этот момент. Блин. Но. Ладно. Там ещё есть красненькая звёздочка. Всё такие обалденные. Ещё так, знаете, отсвечивает этот гирлянд. Здесь светлая, здесь голубая, синяя. И снизу у нас оленяшка, которую мы оставили с нового года. Короче, ладно. Я собираю коробчонку. И убираю её, чтобы она... Не знаю, как... Это как, знаете... Ладно, не буду называть это, потому что это всё-таки подарок. В общем, соберу и чтобы она у нас была. Если что, вдруг... Может, какой-то переезд всё-таки будет. И она нам пригодится. Очень сильно надпись. Вообще прикольно. Обалдеть. Их! Класс! И я обалдяю! Океаны! Привет, Богдан! Сейчас ремочка полу первого ночи. Я ничего не снимала, потому что, как Дима ушёл, я немного подурачилась. Собрала коробку. И начала смотреть Хрюш. А, нет, порешала Дропс. Минут сорок. Корейский. И меня вырубило что-то. И я спала. Потом проснулась. И то из-за того, что мне мама с папой позвонили по видеозвонку ватсапе. Вот. И всё. Потом мы хотели что-то снять. Но поняли, что за это взялись очень поздно. И решили отложить этот момент. Вот. Ещё меня обидели. Вот-вот он. Ну, конечно. Как всегда. А как же без этого-то? Обидел, да? Да. Унизил, обидел, оскорбил. Да. Мягко уйронил. Как всегда. Самый главный источник всех проблем. Я записываю. И цены. Я голодная. Пожалуйста. Человек весь день дома сидел. Я виноват. Короче. Всем спокойной ночи. Или доброе утро. Я не знаю. Может, с собой ноутбук возьмём завтра утром. Чтобы где-нибудь посидеть, склеить кусочки. Не знаю. Ванзи-кафе. Куда? Мы пойдём в Ванзи-кафе. Что это? Ну, видите, насколько я тупая. Короче, ладно. Всем спокойной ночи. И не дай завтра. В這麼 deepcession. �� difícil.